Продолжение следует... ...вот сепаратистами, а сегодня они поддерживают Украину. А кто сепаратист? Те, которые хотят расколоть Украину. Это значит, что вы можете стрелять здесь мирные жители. Почему украинские войски стрелают здесь гражданские мирные жители? Мы стреляем только по военным объектам и только в ответ. Это полностью бред. Посмотрите, пожалуйста, военный объект, это улица, настоящий военный объект для украинских властей, который методично уничтожает мирное население Донбасса, посвящает геноцид. Выступают в роли вооруженной силы, как каратели. Карательная операция в Донецке. Захват вооруженной власти. К сожалению, войска Украины не приняли принявшие присягу для верности Украине. Поддались перевороту, поддержали военный переворот в стране. На самом деле, это предатели, а не офицеры. И кто даже об этом заикается? Как должен настоящий офицер взять пистолет, ему даже сдать? Патроны застрелиться, дабы нести такой подзор свой, воинский. И честь офицерскую свою не поганить. Вот так вот я считаю, что произошло в Украине. А отдать страну на разграбление американским и другим европейским державам, в стране, в которой в правительстве находится 25% иностранных министров, это уже не страна, простите, это цирк. Это просто шапито. И все со мной идет происходящее. Обычный цирк. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнять свои боевые задачи никак. Нигде не получается у них. Иловайский котел полторы тысячи человек убитыми потеряли. Украина скрывает свои потери. Даже по волонтерам сжигают в аэропорту свои трупы скатами. Это все, когда будет полный аэропорт, мы можем показать, как там все происходит. Поэтому любое заявление украинских властей, на счет этого, считаю некорректным по одной простой причине. Они находятся на земле, которая им не подконтрольна, никогда в жизни подконтрольной не будет. Мы пойдем дальше и на Славянск, и на Краматорск, и все остальное. Уважаемые офицеры, которые тут убежали, что вы можете мне на это ответить? Минское соглашение уже не действует. Как это? Действуют все соглашения. Только мы не знаем, с кем мы там договариваемся. Официального представителя от Украины нет. Это не Данилович Кучма, который там присутствует, и который разговаривал с нами, я с ним общался. К сожалению, украинские власти объявили его неофициальным. Поэтому, пускай Украина дают. Я зову Петра Порошенко, как главком вооруженных сил Украины, пускай пообщаюсь. Вот пускай посмотрят на эти дома. Куда пошли 500 миллионов евро, которые дала Германия на восстановление Донбасса? Мы ни копейки не получим. Сейчас боевые действия идут. Есть возможность у армии ДНР идти в наступление? Да, пусть едут. Вы знаете, как вам сказать, не только возможность, главное есть желание. Понимаете? А все остальное, когда есть желание, любая возможность потом возникает. Поэтому наша земля есть та, которая была в Границе. Я скажу честно, эту страну, которую порвали сбор негодяев и подонков на разные кусочки, надо объединять в нормальное государство. И как были мы славянами и русскими, так мы ими останемся. И пускай киевляне помнят, что Киевская Русь обшла с этого города. И те идеалы, в которых мы живем, за которыми мы воюем, пускай в каждом человеке сердце проснется. Нельзя предавать кровь предков, которые за эту землю сражались фашистами. Нельзя забывать те зверства, которые они делали. А у нас, к сожалению, в Киеве факельные шествия проходят. Не напоминает вам ничего Мюнхен 1938 года? Не обратили внимание? По-моему, очень даже похоже. Все одинаково. Свастика, факел. Потом книжки будем жечь. Потом чем? В лагеря. Съездите, пожалуйста, в Кировское, посмотрите. Под Ждановку. Вонцлагерь стоит, готовый. Можете смотреть, ехать. То есть сейчас все будет решаться силовым питом? Нет, мы мирные люди. Мы всегда разговариваем на мире. Понимаете? Но добро должно быть в кулаках. Правильно? Вы знаете, хороший вопрос. Как только война закончится, и здесь будут другие дома стоять. Аэропорт будем останавливать. Мы умеем работать. Понимаете? Мы не скачем на Майданах, потому что в этот момент мы добываем уголь, сеем хлеб, ловим рыбу, плавим металл. У нас, к сожалению, нет. Мы не приверженцы украинской традиции, что не Новый год, а Майдан. Мы люди, которые умеют и воевать, и строить. Поверьте. Народ, он силен. Он сделает. Вы знаете, это вопрос в даче Владимира Петровича. Он возил цирраба Исешников, показывал. Я точно знаю, что там штурмовая винтовка, американский пулемет, снайперские винтовки импортного образца. Он показывал просто это. То есть он подтверждает поставки западных стран? Вы знаете, я воровать не стану. То, что мы нашли, не факт, что это было. Ну, я вообще не понимаю, как может в аэропорту оказаться М-4 или М-40. Как может оказаться снайперская винтовка невестского производства. Ну, конечно, догадываюсь, это было куплено за счет средств вооруженных сил Украины, на удовольствие, которое они получают. Ну, скорее всего, наверное, так. У нас настолько богатые украинские военные, что в состоянии купить себе хорошую снайперскую винтовку стоимостью несколько тысяч долларов. Я никогда с ним не общался, но готов всегда поговорить. Причем, обещаю, буду идти все корректно. Ик-профессию украины. Поехали! а и спустя. Ик-просил, ик-просил! Ик-просил! ик-просил, Ик-просил! Продолжение следует...